Выглядит не особенно презентабельно, правда? Но зато вкус совершенно обалденный. И хотя и называют ее арбиата, что значит злая, на самом деле эта паста не злая. Она потрясающая. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Итальянцы, непревзойденные мастера, приготовят совершенно потрясающее блюдо из самых примитивных продуктов. Страна длительное время была очень бедной. Она и сейчас южная часть, мягко говоря, небогатая вообще страна. И народ-то готовит из самых простых, примитивнейших продуктов все, из недорогих. Но при этом поесть они очень любят. Я не знаю ни одной другой такой страны, в которой было бы вполне нормально после очень сытного обеда, застолья с друзьями, со знакомыми, горячо обсуждать места, где можно еще очень вкусно поесть чего-либо. В Италии настоящий культ еды. И вот эти вот товарищи умудряются готовить, как я уже сказал, из минимума простейших продуктов что-то необыкновенное. И сегодня я хочу вам показать совершенно потрясающую пасту арабиата. Не совсем стандартную. Совсем недавно я показывал вам, как можно приготовить вяленые помидоры. Если вы пропустил, смотрите вот этот ролик. И там упомянул, что итальянцы готовят вот эту самую арабиату. Арабиата в переводе с итальянского значит злая или сердитая паста. Так вот, я с большим интересом наблюдаю за творчеством совершенно потрясающего итальянского повара Дженнарио Кантальдо. Он родом из маленького городишки Амальфи, при этом уже очень долгое время живет и работает в Лондоне. Он автор множества книг. Его книги, кстати говоря, по-моему, два года подряд занимали по кулинарному рейтингу какого-то журнала. Первое место. Действительно признанный очень товарищ. Классный дядька. Так вот, он готовил однажды вот эту самую арабиату из вяленых помидор. Я попробовал сделать то же самое. Это фантастика. Концентрация вкуса вот этих вяленых помидор в этом соусе играет настолько, что просто взрывает мозг. Да, я понимаю. Вы сейчас посмотрите и скажите, да что там есть паста и помидоры? На самом деле, это просто бомба. Обязательно приготовьте. Да, стандартная паста. Пройдем на рабочее место, там продолжим. Так вот, конечно, стандартная паста арабиата готовится не из вяленых помидор. Это обычная паста с соусом сальса маринара. Если кто-то пропустил, смотрите в этот ролик. Только в нее добавляют острый перец. Но, в стандартной контакте, сделаю ее из вяленых помидор. Мы сделаем то же самое. Для вяленых помидор не нужна будет никакая тепловая обработка. Так как соус готовится практически мгновенно, самое первое, что нужно сделать, это вскипятить воду, чтобы сварить пасту. Ну а пока вода греется, мы займемся непосредственно приготовлением соуса. Для этого нам нужно измельчить помидоры в мелкую пыль и добавить туда красного острого перца. Вот эти помидоры я специально не досушивал до победного конца, когда готовил их. Они содержат достаточное количество влаги. Поэтому измельчаться они будут даже в таком виде хорошо. Если вы пользуетесь сильно пересушенными помидорами, то их удобнее будет, быть может, сначала нарезать мелкими кусочками, но потом уже убирать в глендер. Но это вы смотрите сами по своим помидорам. Так, приступим. И не забывайте про красный острый перец. У меня каенский, но вы его видели не раз. Разотру его в ступке, для того, чтобы этот соус получился более однородный и более влажный, так скажем, я добавляю сюда оливковое масло и ту воду, в которой варится паста. Эта вода у нас подсоленая, и поэтому и соус будет более яркого, более солноватого вкуса. Паста доваривается. Надо нарезать петрушки. Пучок петрушки у меня какой-то квелый. Завярился лежа в холодильнике. Вы выбираете поярче, повкуснее. У меня просто другого под рукой нет. Паста сварилась, пора ее смешивать с соусом. Перекладываю ее вот в эту чашку. Вот сколько получается перекладывать. А теперь добавляю сюда соус. Аромат просто офигенный. Вы попробуйте это. Это супер. Остатки соуса из блендера соберу той же водой, в которой варилась паста. И все это идет в общую посудину. А теперь добавляем сюда петрушку и все перемешиваем. И, конечно, вкусный аромат на оливковое масло. Не надо здесь использовать рафинированное масло. Возьмите то, которое экстра-верджин называется, у которого есть аромат, вкус вот этих вот оливок. Это будет здорово. Ну и, кстати, можно сюда же добавить санкционных продуктов. Пармезан я введу, если у вас есть. Вот у меня это не оказалось. Но даже и без пармезана это будет бомба. Попробуйте. Ну вот и все. Накладываем. Че, я у вас весь ролик убеждаю попробовать эту совершенно замечательную пасту. Не пробуйте ничего. Оставайтесь в отне невежества. А я начну ее есть. Я поражаюсь, насколько потрясно получается из таких простых продуктов. Ведь полный элементарщина, казалось бы, да, обычные помидоры, обычная паста и обычный острый перец. Ну, немножко вот этого самого оливкового масла, ароматного, вкусного. Но это совершенно офигительная паста. Я сам большой мясоед. Если я мясо не поем, то я, скорее всего, останусь голодным. Но вот от этого блюда я в восторге. И итальянцев только за эту пасту, за эту арабиату, за вот эти вяленые помидоры я нежно люблю и обожаю. В кулинарном плане, конечно. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. А уж мне как понравилось. Я же говорил, что я обожаю очень простые и очень быстрые рецепты. Да, конечно. Этот рецепт быстрый только тогда, если у вас уже есть загашники вяленые помидоры. Ну, а что, время-то тянете? Неужели до сих пор не навялили? Новые зрители, не забудьте подписаться. А то потеряетесь, расстроитесь. А у меня на канале столько рецептов простых, быстрых и небыстрых, сложных и очень классных. Поэтому, новые зрители и старые зрители, вы готовьте эти рецепты, фотографируйте и хвалитесь этими рецептами ВКонтакте. Группа Кулинарная пропаганда. Ссылки на соцсети вы найдете в описании видео. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!